Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале о путешествиях Пик Трипло. Мы по-прежнему находимся на Кипре. И сегодня мы из Ларники переезжаем в город Лимассол. По дороге посмотрим интересные пляжи и другие достопримечательности. Буквально 30 километров от Ларники. И вот он, знаменитый губернаторский пляж. Он разделяется на такие вот небольшие бухточки. Я думаю, там он находится. За главной частью мы расположились чуть подаль. Знаменитый пляж своим вулканическим песком и белыми глыбами. Сюда интересно приехать. Пляж очень чистый. Вода прозрачная. Удобный заход. Есть лежачки, на которых можно расположиться. И наслаждаться купанием. Мы хотим еще здесь позавтракать. Перед тем, как заехать в отель. Хотим искупаться. Сегодня просто жарище. Хотя на Кипре практически каждый день жара летом. Я иду, и мне даже вот очень-очень горячо. Так выглядит вулканический песок. Очень темный. Темно-серый. Но в этом своя фишка этого пляжа. Сейчас мы с Кириллом договорились о следующем. Я иду по верху, вот до главной части пляжа Небренаторского. А он поплывет туда. Потому что я так понимаю, что мы остались немножко поодаль. И хочется вам показать все-таки главный пляж. Да и мне самой хочется, честно говоря, сделать фотографии на этих красивых белых глыбах. Здесь они маленькие. Не такие красочные. А там очень красивые. Надеюсь, что дальше все пойдет так же гладко. И мне не будет нигде закрыть путь. Потому что сейчас такая маленькая дорожка. Я иду бусичком. Иду в купальнике. Вот. Не хотела уходить на дорогу в таком виде. Я уже почти дошла до этого пляжа. Смотрите, какие огромные белые глыбы красивые. И тут еще больше виден вулканический песок. Ну все, я почти дошла до главного входа. Здесь тоже так же идут лестницы. О, и Кирилл Кубов только что. Здравствуйте, я вас узнала. Я ваша подписчица. Да, добрый день. Как вы оказались здесь? Переплыл. Переплыл эту огромную пропасть между двумя пляжами. Вот эти вот 200 метров, да? Да, примерно так. Вот поэтому сейчас вот Олимпийские игры идут. Но не взяли меня почему-то на плавание. Но ничего, ничего. Это бывает большая ошибка. Зато я с вами на Кипре, друзья. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайк и не забываем. Дошли до огромной белой глыбы. Похоже, как по макаре, да? Такой более только твердый. Кирилл пошел купаться, потому что здесь невероятная жара. От этих глыб еще печет больше. Поэтому я пока осталась одна, еще погуляю среди этих белых глыб. Вообще, мне кажется, что это мел. Потому что он такой хрупкий, когда к нему подходишь. И на руке остается след белый. Я, как обычно, придумываю, что вижу каких-нибудь зверей в форме этих глыб. Например, я сейчас с осликом. Видите, как он крошится, как мел. И на руке остаются следы. Там есть еще одна такая мини-бухточка. Тоже с белыми глыбами. Вообще, я считаю этот пляж, конечно, поистине уникальным. И мы с Кириллом сошлись на мнении, что пока для нас это вообще самый лучший пляж на Кипре. И на это есть несколько причин. Первая причина, потому что здесь первый пляж, в который заходишь и сразу глубоко. То есть не надо идти, 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 чтобы было глубоко и можно было комфортно купаться. Вторая причина, это, конечно же, то, что здесь меньше людей. Здесь лежаки и вроде как бесплатные. Мы до конца пока не знаем. Но вот мы заняли лежак, пока с нас никто ничего не спросил. Кстати, на этом пляже можно встретить очень много тех, кто занимается снорклингом. Но у меня на Сейшел схомалась маска, поэтому я не успела купить перед этой поездкой новую. Поэтому я в этот раз без снорклинга. Кирилл Кипре заступался. Я еще не пойду, поэтому первый раз заход в воду. О, прохладно. Кайф такой. Мне кажется, это пока впервые я такой на Кипре, что я просто с размаху зашла в воду. Но как-то вы более медленно плыли, чем я шла по поверхности. Ой, разгрузочным таким темпом, спокойным, спеша. Нравится здесь купаться вообще пока очень, потому что и достаточно глубоко. То есть заходишь метра двадцать, тебе уже по шейку. Поэтому не совсем такой пологий вход, людей немного. Вначале камушки небольшие такие, скорее галечка, да? Ну и прохладничают, мне кажется, эта вода. Мне кажется, там где-то двадцать четыре-двадцать шесть, ну то есть прям так иначе. Попрохладничают. Да, абсолютно прозрачная, чистейшая. Ну это да, это везде, в принципе, на Кипре она чистая вода. Да, кайф. Провели мы на этом пляже несколько часов. Сочетание, конечно, известняковых скал и вулканического песка, вкупе с чистейшим морем, конечно, картина здесь великолепная. Поэтому всем рекомендуем сюда доезжать. А губернаторский, кстати, этот пляж считается, потому что здесь расположена британская резиденция. Сейчас мы уже дошли обратно до парковки, до нашего автомобиля, на котором мы передвигаемся по Кипру. Сюда мы приехали из Ларники, направляемся в Лимассол и сам пляж расположен примерно на полпути. Поэтому, если будете передвигаться между этими городами, обязательно приезжайте сюда. Пляж нам очень понравился. Примерно полчаса в пути и мы уже добрались до нашего отеля. Вот сейчас находится он за моей спиной. Весьма непривычно после того, как мы до этого жили в Ларнике, в такой, скажем так, в деревушке. Вот, а сейчас мы в большом городе, поэтому не очень удачно припарковаться непонятно где. Ну, вот сейчас тоже выясняем, где лучше паркануться. Вот так называется наш отель. Давайте пройдем небольшой обзор нашего номера. Коридор небольшой. Сразу же начинается комната. Двуспальная огромная кровать. Здесь мини-кухня. Здесь можно оставить свои вещи. Здесь огромнейшая полочка, сейф. Здесь у нас холодильник. Чайник, чай, сахар, бокалы. Это можно принести с собой. Бутылочку, например, вина. Здесь у нас еще отделение. Есть тарелки, кружки, бокалы, столовые приборы. И, конечно же, кастрюли для того, чтобы можно было готовить. Здесь перегородка, поэтому, если вы отдыхаете всей семьей, можете расположиться здесь. Есть полностью раскладывающийся диван. Тоже будет как огромнейшая кровать. Журнальный столик, телефон, рабочий стол. Для нас это очень важно, потому что мы работаем за ноутбуком. Огромнейший телевизор. Здесь еще софа. Поэтому места очень много. Помимо этого, есть балкон с выходом на город Лимассоут. Вообще, вы находите недалеко от центра этого города. Ну и давайте пройдем в еще одну очень важную комнату. Это душевая. Унитаз. Кабинка очень виденькая. Смотрите, тропический душ какой замечательный. Тропический душ, это, конечно, круто. И отдельно есть лейка. Ой, смотрите, какая милота. Шампунь, кондиционер, мыло оливковое. И еще отдельно здесь мыло. Да. Вдруги руки красивая, раковина стильная. И зеркало. Очень уютно, красиво. Мы любим, когда отели в таком стиле выполнены. Очень здорово. Наш номер находится на третьем этаже. И здесь же есть великолепный бассейн. С видом на городскую часть Лимассоу. Я знаю, что часто русские приезжают сюда в командировки. Вообще, Лимассоу считается промышленным городом. Он не таким, знаете, больше не для туризма. Но, тем не менее, все равно его интересно посмотреть. Здесь есть интересные достопримечательности. Замок Колосс, например, один из них. Здесь есть большой амфитеатр с видом на Средиземное море. Поэтому мест здесь предостаточно. Мы здесь постараемся посмотреть и застопримечательности в городской черте города. И попробуем посмотреть застопримечательности в маленьких деревушках, которые здесь находятся в 35 километрах отсюда. Поэтому место интересное. Кстати, Лимассоу второй по величине город Кипра. Поэтому он большой, интересный. Здесь постоянно кипит, знаете, такая жизнь. Много ресторанчиков, много возможностей. Поэтому нам стало интересно и мы решили приехать сюда. Мы немного передохнули. Помылись, переоделись. Сейчас находимся на парковке. В этом отеле также есть парковка, что очень удобно. Потому что в городе не всегда найдешь, где припкнуть, куда поставить машину. Тем более парковки платные. А здесь у этого отеля имеется своя подземная парковка. Поэтому все очень удобно. Все, едем сейчас дальше смотреть интересные места. Близли Массоло. Потом, скорее всего, заглянем на главную набережную. Но на все нужно время. А время сейчас уже 4 часа. Поэтому не так много времени до заката. По пути мы заехали в заправку. Хочу вам также рассказать про бензин на Кипре. Он стоит примерно евро 30. Можете прикинуть за литр. Дороже, чем в России, естественно. Брали мы машину с полным баком. Возвращать тоже будем с полным баком. Но сейчас мы уже несколько дней ездим. Поэтому бензин практически на нуле. Подъезжайте на заправку. Если есть заправщик, то вообще без проблем. Все вам подскажет, расскажет. Примерно на 40 евро сейчас заправляем автомобиль. Будет полный бак. Ну вот, получилось, что заправились на 40 евро. 31 литр. Можно оплачивать прямо по карте. Автомат стоит возле заправки. Все удобно. Едем дальше. Все, мы приехали в первую точку. Это примерно 10-15 километров от самого Лимассола. Мы приехали в средневековый замок Колоссий. Сейчас прогуляемся по его территории. Вот он сам замок. Построен был, по-моему, в 14-13 веке. Сейчас мы подробно еще изучим. Взяли информационный лист. И написано, что этот замок построен в честь феодала, который носил имя Горинус де Колосс. При входе оплатили еще билет. 2,5 евро с человека. Людей сейчас не очень много. Конец июля, начало августа. Приехали мы часов в 5 вечера. Сейчас уже не так жарко. Поэтому считаем, что это идеальное время для прогулок. Потому что все остальное время на Кипре порядка 35 градусов в тени. Вообще, этот замок, естественно, служил как защита. Защита от нападений. Сейчас мы вошли на территорию первого этажа. Можно спуститься потом и вниз, и подняться выше. Поэтому немножко здесь погуляем. Людей практически никого нет. Вот такие огромные выступы оконные. Стены, поэтому сами понимаете, какой толщины. На первом этаже есть два зала. В этом зале располагается такой огромный камин. Опять стены. Стены очень широкие, прочные. И вот окошки. Сейчас мы поднимаемся наверх по винтовой лестнице. Сейчас мы поднялись на второй этаж. Потом можно подняться еще выше, на самую крышу. Но вообще все помещения похожи. Просто какие-то посветлее, какие-то потемнее. Везде есть камины. Где вот такие очень широкие стены с окнами. Сейчас поднимаемся еще выше. Винтовая такая лестница огромная. О, сейчас мы поднялись на крышу. Наверное, в обед здесь вообще находиться очень тяжело, потому что печет. Но сейчас уже солнышко потихоньку садится, поэтому... Фу. Открывается вид на эту саму деревню. Колосси. Не знаю, видно ли здесь лимассол. Я думаю, да. Только непонятно, в какую сторону смотреть. Сейчас покажу вам вид. Помимо самого замка, с высоты можно еще наблюдать руины. Вот видите, здесь тоже разрушены различные постройки. Можно прогуляться и вокруг этого замка. Ну, а можно посмотреть с высоты. Сейчас мы спустились уже вниз. Так называемый погреб. Здесь есть колодцы, где добывали раньше воду. Везде есть информационные таблички, поэтому можете прочитать. Вот здесь по-английски. При входе можете взять буклет, он по-русски. Поэтому достаточно комфортно, удобно посещать этот замок. Ну, вот мы сейчас видите в комнате такой темный. И вот здесь колодец. Ну, сейчас он, естественно, за решеткой. Темница сырой. Вот. И вторая комната здесь тоже. Здесь, видимо, добывали воду. Ну, в общем, как гласит, что две из трех комнат использовались как колодцы, как погреба. Да, вот еще один колодец вот здесь. Ну, и здесь же можно выйти уже на улицу и немножко погулять по руинам. Вот такие вот части разрушенного замка. Огромный кирпич, из которого строили этот замок. Вот такие красивые здесь арки из камня. Минут сорок, наверное, мы прогулялись по замку. К сожалению, дрон запускать нельзя. Табличка сразу же при входе была. Ну, а сейчас справляемся на машине дальше. Едем смотреть другие интересные такие археологические, исторические места. Проехали еще немного. И мы с вами оказались в древнем городе-государстве, которое называется Курион. Такое вот интересное местечко здесь. На территории этого древнего города есть различные античные достовремечательности. И вот главный из них, наверное, это амфитеатр. Кстати, вход сюда стоит 4,5 евро. С человека можно оплатить и проехать дальше через Лагбаум на машине. Людей немного. Вот так вот выглядит амфитеатр. При входе на эту территорию мы взяли буклет, поэтому будем немного уменьшить, рассказывать. Вот, допустим, данный амфитеатр, он был построен во втором веке до нашей эры. Когда-то вмещал 3000 зрителей, но подвергся, естественно, разрушениям. Потом его реставрировали в первом, в третьем веке уже нашей эры. Но в четвертом веке окончательно он был заброшен. Но не так давно его отреставрировали. И теперь все желающие могут здесь прогуляться, насладиться красотой, посмотреть. Сейчас мы подошли к еще одной точке, так называемый дом Евстолия. Здесь была проведена огромная реконструкция. Ну а главное, что здесь можно увидеть, это вот такая напольная мозаика, которая сохранилась. И которую я вам сейчас покажу поближе. Дом был построен христианином Евстолием. Он его построил для других граждан, которые пережили землетрясение. Он хотел им помочь, поэтому его построил. Здесь были бани, здесь была столовая большая. Но самое интересное в этом доме, это напольное покрытие, сделанное в виде мозаики. То есть посмотрите, там есть символы, изображающие гуся, птицу, рыбу. Это все имело значение к тому, что те люди, которые здесь жили, у них было широкое распространение христианства. Дошли мы до еще одной достопречательности, называется Агора. Как гласит информационный буклет, это рыночный комплекс. Ну, сейчас мы видим только развалины и вот такие вот колонны огромные. Ну, похоже на мрамор, вряд ли это мрамор, но очень массивное сооружение. Для этого, конечно, качественно. Кстати, раскопки проводили практически 20 лет. С 75-го года по 97-й. Не имеешь права входить в интергалон. Собственно, все. Совсем рядом находится еще одна стопчательность. Епископская базилика. Датируется пятым веком, прогласит двух лет. Да, говорят, что было импозантное здание из мрамора, красивых культур. Видно, что здесь все реставрировалось. Сделали такие вот мостики, скамеечки, где люди могут гулять, ходить между раскопками, между различными зданиями, любоваться этой древней красотой. Также навесы сделали вот там, допустим, видите, вдали. Ну, вот, как гласят таблички, здесь, видимо, располагались какие-то термальные бани. До какого состояния они себя довели? Вот такие вот полуразрушенные все. Значит, шли, шли, шли. Во-первых, слева от нас море. Вот такой вот красивый вид. Во-вторых, наконец-то мы заходим на территорию, где написано «Дом гладиатора». Вот, хотели посмотреть, как и где раньше жили гладиаторы. Ну, вот, видимо, сейчас мы это и увидим. Опять здесь такой большой деревянный навес после реконструкции. И вот здесь есть мозаики с изображением гладиаторов. Когда-то здесь был роскошный особняк. Его прозвали «Дом гладиаторов» как раз из-за этой напольной мозаики, которую здесь мы с вами можем видеть. Сейчас мы спустились уже к такому ограждению, за которым начинается обрыв и море. А с другой стороны проходим такое красивое можжевелове дерево. Здесь есть арки, вот такие древние постройки. Но мы уже потихоньку идем обратно, выходим, немножко с Томочкой прогулялись. Да, у нас очень активные дни, потому что всего лишь недели. Хочется посмотреть, конечно же, больше. Да, мы на самом деле даже не думали, что здесь такая большая территория. До этого, когда мы были на крепости, то есть там, ну, как бы посетили крепость, несколько этажей, вокруг, все. А здесь прям целый-целый огромный комплекс. Конечно же, хочется разбираться во всех этих деталях, но не хватает каких-то знаний или подготовки. Обычно мы готовимся заранее. А сегодня так, знаете, увидели, что есть такая достопримечательность, немного изучили. Ну, у нас есть рекламный буклет, который мы взяли. Да, поэтому вся наша информация достоверна. Все, спускаемся вниз, идем, наверное, уже к машине. И едем обратно в Лимассоу, на набережную и на ужин. Пока мы ехали обратно, уже потемнело, поэтому решили по набережной прогуляться в другой раз. А сейчас уже идем к нашему ресторанчику. Находимся в самом центре Лимассоу. Здесь такие интересные кафешки вокруг, магазинчики, сувениры. Благо нам удалось припарковаться, нашли большую парковку за 3 евро. Вот, сейчас идем, ищем наш ресторанчик. Мы все это время ходили по ресторанам другой кухни, то есть европейской, какой-то панасиатской. А сегодня мы, наконец-таки, поедим греческую кухню настоящую. Я думаю, что мы возьмем какой-нибудь здесь местный салатик, возьмем халуми, обязательно, потому что это такое локальное блюдо, которое необходимо попробовать. И, я думаю, возьмем морепродукты. Нам уже принесли вино, салат, такая большая порция на всех. Также еще местная закуска, которая называется халуми. Сегодня мы, конечно, нагуляли аппетит. Хочется, скорее всего, попробовать. Да, ну такая закуска халуми, это тесто, внутри сыр. Все такое тепленькое, почти горячее. Кстати, ребят, хочу обратить внимание, что ресторан полностью полный, поэтому, если вы хотите сюда попасть, обязательно бронируйте место. Нам принесли наши основные блюда. Здесь у нас кальмары, осьминоги, картошки и салат. Здесь у нас рыбка с салмом, овощи также на гриле. И еще одно блюдо, это еще одна рыбка, также с овощами и с картошечкой пюре. Сейчас будем все пробовать. Я уже пробую. Кальмар такой нежный, блин. Мы столько бываем в саранах Москвы, но таких нежных кальмаров там нет. Конечно же, в этой стране морепродукты, это просто вкуснятие. Попробуем лосось, он с каперсами, свежими помидорками. Даже то, что я не такой большой любитель рыбы, а все равно мне очень нравится, потому что рыба очень мягкая, просто тает во рту. И вот эта рыбка, просто необыкновенная, я не помню ее название. Что она называется? Потрясающая рыбка, нежная. Тоже овощи гриль, здесь у этой рыбки тюрешечка. Кстати, ребята, мы перевели, что за рыбка труч, оказывается, это форель. Нам ее просто порекомендовали, мы взяли, прогуглили, оказалось форель. Друзья, было очень сложно, но мы почти справились с каждым из наших блюд. Кстати, цена порядка 15 евро на основное блюдо. Крайне рекомендуемое это место, оно занимает лидирующие позиции на TripAdvisor. Ну и вообще нам все понравилось. Наелись от пуза, сейчас возвращаемся к нам в отель. Ну а завтра новые приключения, поэтому не переключаемся, господа. Ставим лайки, жмем колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все, всем пока, подписывайтесь на наши социальные сети. Все, пока-пока. Пока-пока.